Про финал ледникового периода высказалась и Агата Муценицы, которая посчитала, что ей могли поставить оценку выше. Агата даже пошутила на эту тему в недавнем интервью, и в конце не забыла упомянуть про Павру Милохина и Медведевой, которая могла занять первое место на шоу, но вместо этого заняла лишь третье место. «Я счастлива, что по доброй традиции нам не поставили все 6 баллов. Мы никогда этого не добьемся», — со смехом сказала Агата журналисту. «У нас только один раз такое было за всю историю. А сейчас финал. Не знаю, какое-то странное ощущение, как будто это было несправедливо. Ну зачем? Ну ставили бы всем 6 баллов, и все. Просто было бы классно, если бы всем ставили 6 баллов. Финал все-таки. Мне еще за Милохинах обидно. Им тоже 5,9 влепили. За что? Хороший зажигательный номер». Такое решение судей по итогу возмутило интернет, и получился громкий скандал. Но, видимо, судьи ледникового периода даже после всей шумихи не стали менять своего мнения. Агате хочется выразить огромный респект за то, что она одна из немногих участников, которая решила высказаться о несправедливом голосовании. Ведь очень важно не молчать в этой ситуации и показывать свое несогласие со всем происходящим. А если все будут незаслуженно занимать последние места, а потом тихо отмалчиваться в стороне, то это лишь даст еще больше шанс того, что низкие оценки так и будут преследовать следующих звездных участников телепроекта. Особенно жаль это осознавать после того, как шикарные Медвилохины, подарив массу положительных эмоций и показав игру на уровне профессионалов, заняли лишь третье место, хотя были бесспорными фаворитами и никто не сомневался в том, что именно они заслуживали победу. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь.